Теперь поговорим о других реакциях в электрофильме. Например, это может быть реакция формилирования. Это реакция Гаттермана или Гаттермана-Коха. Можно увидеть, что это бензол, формилирование, то есть получаем альдемиды. При реакции как СО в соляной кислоте и катализаторы ремини-хлор-3 и купром-хлор являются, либо же с помощью солей цинка и цианидов в кислоте. Это реакция Гаттермана. Также может быть хлорметилирование, то есть образование хлорметилена. Реакция Глана называется. Для этого используется формильдегид в кислоте и соли цинка. Полозуется хлорметилен, который можно дальше восстановить, например, здесь литий-алимогидридом до метила. При этом нуклеофильное замещение хлора в продуктах реакции под действием литий-алимогидридом можно использовать именно для синтеза пертолуола. Реакции электрофильного замещения, которые протекают только с очень активными субстратами, они будут рассмотрены далее, например, в темах фенола. Потому что фенола гидроксильная группа, она сильно активирующая, и реакции, которые не идут при других заместителях, например, у толуола обычного, они могут уйти у фенола за счет того, что он подает электронную плотность сильно на пензольное кольцо, и нужны менее активные электрофильные частицы для того, чтобы провести какую-то реакцию, например, для фенола или анилина, нежели чем для толуола. Далее замещение, например, в нафталине. То есть мы поговорили про замещение в бензоле, что делать, например, с нафталином. Если рассмотреть, то в случае нафталина есть два возможных направления, остальные, по сути, зеркальные, так называемые альфа- и бета-положения. При этом более устойчивый сигма-комплекс образуется при атаке в альфа-положение. Если реакция необратима, то основным будет альфа-положение. Если реакция обратима, то можно ее проводить в условиях термодинамического контроля, то есть погреть некоторое время, и тогда образуется более термодинамически устойчивый продукт в это положение. Здесь очень важно, в каких условиях это делаем. Если это, по сути, был генетический контроль, то, скорее всего, будет именно альфа-положение, потому что оно более доступно для атаки и прочее. А если оно обратимо и в условиях термодинамического контроля делать, то может вразиться и в это положение. Следующее это какие-то реакции с разрушением ароматичности. Ну, самое известное такое это будет гидрирование. То есть ароматические соединения гидрируются водородом в каких-то шерстких достаточно условиях. Это повышенная температура, давление, присутствие катализаторов, платиновых групп. До каких-то производных цикловексана можно сделать. Для нафталина, например, возможно частичное восстановление. То есть одного из бензольных колец с сохранением ароматичности другого кольца. Ну, например, тетралин, да, может получиться. Также возможно восстановление по берчу. То есть когда мы берем натрий в жидком аммиаке, используем спиртом, то у нас может разрушиться ароматичная система, получится гиеновый цикл. При этом важной особенностью является, что в зависимости от электронных эффектов заместителя у нас образуются разные структуры. Если это донорный заместитель, ну, как мы видим, двойная связь оказывается при этом заместителе. Например, реакция столуола. А если это акцепторный заместитель, как карбоксидная группа здесь, то двойные связи находятся не в контакте, не рядом с этими акцепторными заместителями. При этом, если у нас, например, опять-таки нафталин есть, то восстановление в первую очередь будет подлежать кольцо с наименьшей электронной плотностью. Например, если у нас нитрогруппа присоединена, она, естественно, то бензольное кольцо, плотность его забирает, это же оритан второго рода. Соответственно, это кольцо будет с меньшей электронной плотностью, именно там и произойдет восстановление. Так как это у нас акцепторный заместитель, то, соответственно, двойной связи не будет примыкать к этому заместителю. Получится соединение, которое вы видите. А если это метильная группа, то, соответственно, она, наоборот, нагнетает туда электронную плотность, и поэтому восстанавливаться будет другое бензольное кольцо, которое у нас с меньшей плотностью получается. Дальше это каталитические окисления. Бензол, нафталин, они могут окисляться кислородом воздуха при нагревании в присутствии канзолизатора. Используется обычно в анальдии 2О5. При этом бензол окисляется до малинового ангидрида, как вы видите, а нафталин до фталевого ангидрида. Если это у нас какие-то замещенные производные нафталину, то, опять-таки, окисление подвергнется именно кольцо с большей электронной плотностью. То есть, если там есть какие-то заместители, например, тот же самый метильный и так далее, то окисляться будет именно тот, в котором есть больше электронная плотность. Следующее, это азонолиз. Производные бензолы, они могут подвергаться азонолизу в жестких условиях, при этом образуются диэндегиды. При этом, если посмотреть, так как бензол у нас, мы рисуем иногда чередующимся по иным эстезию, мы можем нарисовать два разных типа. И когда у вас будет задача на азонолиз производных бензола, то нужно не забыть этот факт, что вам нужно будет расписать и по одним двойным связям, и по другим, и разрывать их, как классические хаокенах, по двойным связям. Поэтому, в зависимости от того, как мы их нарисуем, в первом случае у нас получаются три различных, ну не три различных разместителя, два одних, два других. А если мы по другому двойные связи расставим, то у нас другие заместители получаются. Поэтому, когда мы просуммируем все это суммарно, мы получим наши продукты. Это очень важно, потому что при различных заместителях могут образоваться разные продукты в определенных соотношениях. Так что надо не забыть посмотреть оба варианта расстановки двойных связей при азонолизе. Как же мы получаем ароматические соединения? Промышленным способом являются каталитические реакции, например, дегидрирование и дегидроциклизация и изомилизация, например, циклоалканов или дегидроциклизация 8 алканов. То есть это могут быть 6-7 углеродные какие-то алканы, которые можно дегидроциклизацией сделать, получить бензон, либо его производные, либо дегидрировать циклоалканы какие-то. Также получить бензон можно от ремилизации ацетилена, всем хорошо известный из школьных учебников реакция с активированным углем при нагревании. Также можно получить мизетилен, конденсация ацетона в конденсированной серной кислоте. Как видите, из трех тоже по сути ацетонов получается гаммолок бензола. Дальше это может быть ароматизация каких-то алканов, как мы говорили. Вот в данном случае гептан, фталол. Дегидроциклизация будет получаться с катализаторами, там оксиды хрома, могут быть и никель, и платиновая группа. Дальше для получения каких-то гаммологов бензола это могут быть алкилирования, как мы уже говорили сегодня, это может быть через алкены, через спирты. Ну, как видите, с получением гаммола два различных способа присоединения пропилена или пропанола-2. Также для получения каких-то гаммологов бензола может пользоваться реакция, вероцефитика, про которую мы уже тоже говорили, да, плюс ее в том, что там может получиться без существенных перестроек гаммолог. Ну, или можно восстановить по Клеменсену или Кинжеру-Вольфу по Клеменсену с амальгамой и цинка в кислоте, по Кинжеру-Вольфу с гидрозином в щелочи. Какие же у нас есть свойства алкил бензолов, да, то есть каких-то алкильные заместители, если вводим бензол. Ну, помимо того, что они активируют кольцо, да, у нас будут ориентантами первого рода. Во-первых, галогенирование их. Хлорирование алкил бензолов, кроме металлола, происходит не очень селективно. Бронирование гораздо селективнее, ну, как чаще всего получается, бром больше, медленнее, соответственно, реакция ведет медленнее с выбором более устойчивых радикалов и соединений. При этом именно бронирование позволяет вводить атом брома исключительно в пензильное положение. В лабораторной практике чаще всего бромирования проводят действием N-бром-сукцианемида, NBS, а не там бромом, например, на святуху. Мы уже об этом тоже обсуждали, то есть NBS подстраивает себя порошок, достаточно удобно, в отличие от брома, и контролировать реакцию проще. Также к NBS туда обычно добавляют какие-то органические пероксиды, чаще всего пероксид бензоила. Вот пример реакции талуола с NBS при освещении, например, в кетрохлорметане, как просто органического растворителя. Соответственно, уйдет селективное бромирование в этот положение, ну и субцилинит, получается, который дальше можно опять-таки бромировать и использовать еще раз. Реакции с хлором, да, вплоть до полного замещения, да, то есть талуол, можно заместить три раза все водороды, в принципе, все зависит от количества хлора и условий. Если мы и про реакции, то, конечно, помимо галогенирования, это может быть нитрование, при этом нитрование идет именно в альфа-положение, при этом здесь нитрование, в заменке, уже разбавленное азотной кислотой, это не нитрующая смесь, где смесь концентрированных азотных и серных кислот, это как раз-таки разбавленная азотная кислота, как по реакции Хановалова в алканах мы проходили. Также могут быть различные окисления, при этом первичные и вторичные алкильные заместители, они окисляются до карбоксильных групп, например, там, при манганатом калия, при нагревании дихроматами, ну, различными сильными окислителями. Вот, при этом, как вы видите, третичные заместители, которые потом примыкают, получается, четвертичные атомы углерода, они не подвергаются окислению и остаются неизменными. Ну, как раз-таки, как здесь, например, трет-бутильная группа, которая после окисления при манганатом у нас на карбоксильную не заместилась. При этом метильную группу можно целенаправленно окислять не до карбоксильной, а до карбонильной, до альдегидов, например, с помощью Хром-О2-Хлор-2 или Хром-О3-уксусного ангитрита. Как мы можем еще получить, например, алкинил бензолы, то есть двойной какой-то связью? Это, например, могут быть декарбоксилирования различных кислот, это может быть элиминирование каких-то спиртов под действием налагоотнимающих агентов, например, в данном случае гидросульфат калия, а не типичная, не знаю, там, серная кислота, например, при нагревании, как в школьном курсе. Мы это тоже проходили. С вами много различных вариантов, РП-2О5, там используются и другие, и алюминий-2О3 для получения, опять-таки, квоевых связей. Дальше это может быть именно дегидрирование, это промышленный способ. Например, из этилбензола можно получить стирол, в данном случае, например, на оксиде ЦНК. Можно какие-то другие катализаторы дегидрирования использовать, выходные неплохие, а именно промышленный способ, как получают обычно стирол. Какие реакции вступают алкинилами на бензолы? Ну, это вот типичные реакции алкенов, то есть гидрирование и всякие реакции электрофильных присоединений, галогенирование, гидрогалогенирование, в принципе, гидротация и так далее. В принципе, ничего нового относительно алкенов там нет. Из важных применений именно алкинил-бензолов, в первую очередь стирола, является получение полистирола. То есть он, как и многие алкены, способен к полимеризации, и за счет существования еще и бензольного кольца очень-очень бывает полезен в органическом синтезе, потому что к этому бензольному кольцу можно потом пришивать какие-нибудь сульфогруппы, фосфорные группы и так далее, и создавать полимеры с нужными свойствами, гидрофильные, гидрофобные, какие-то ионобменные, тот же самый сульфогруппа может заменяться на какие-нибудь водороды, на металлы, образовывается ионный обмен, например, и так далее. То есть такие соединения, помимо того, что это просто полимеры полезные, еще и могут быть заданными определенными функциями, которые можно использовать дальше в химических действиях. Наиболее важными представителями вообще таких соединений является талурол, например. Его выделяют из коксохимического производства продуктов, из, например, при реформинге нефти. Это бесцветная жидкость, своеобразный запах, с водой не смешивается, то смешивается с этанолом, эфиром, амболичными углеводородами. Его применяют для производства бензола, например, бензойной кислоты, различных там нитротолуолов и тому подобных веществ. Обладает слабым наркотическим действием. Еще важными соединениями являются ксилолы, то есть там, где у нас две метильных группы. Их получают чаще в виде смеси изомеров, большую часть занимают обычно мета-изомеры, ну, орта и пара тоже существуют. Их тоже получают в основном при каталитическом реформинге нефтяных каких-то фракций в длину ингредиентной цепи 6-8. Это пахучая жидкость, плохо тоже растворима в воде, зато хорошо там в этанолах, эфирах, ацетоне, бензоле. Ее применяют в качестве растворителя в производстве каких-то лакокрасочных материалов, добавляют к авиационному бензину. В виде индивидуальных изомеров его можно использовать для получения каких-нибудь различных фталевых кислот либо других соединений. Талкумол, это у нас изопропилбензол. Его получают жидкофазным или газофазным алкилированием бензола с пропиленом. Эту реакцию вы уже, в принципе, несколько раз видели. Это пахучая жидкость, не растворяется в воде, опять-таки смешивается с этанолами, эфирами, бензолом. Его применяют для производства, во-первых, фенола и ацетона, так называемый кумольный способ производства, для метилстеролов, ну и в качестве растворителя и в производстве каких-то лакокрасочных материалов. Ну и сам стерол, его получают как раз-таки каталитическим дегидрированием этилбензола. Это тоже бесцветная жидкость, плохо растворимая в воде, опять-таки смешивается хорошо с кем-то тетанолами, эфирами, бензолом, сероблеродом. Его применяют в качестве мономера в производстве как раз-таки полистирола или различных там каучуков. При этом, если вы смотрите, то все из этих веществ имеют ПДК, то есть являются токсичными и действия с ними нужно очень аккуратно.